Это правда интересно, это нежели не... Родерчик. Ну вот, видите? Это вижу. Сейчас, на поле сохраним. Вот. Два артериальных окна, видите? Раз, два. Ага. Вот, видите? Раз, два. Давайте я вот немножечко вот меняю. Это для сосудов? Да, конечно. А на затылке у нас такого нет? Разумеется, есть. Просто человечество с неповрежденным затылком у меня похоже нет. А ведь... Вот, смотрите. Вот, вот. Вот, вот. Основание черепа вообще очень дорягое место. Это свод черепа, который рассчитан на удар. Это место мощное, монолитное. Здесь нет? Здесь нет. Вот, видите? А здесь есть? Нет. Их намного меньше, и они намного уже, потому что у нас все основные системы снесены сюда, в основании. Вот. 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 Ведь главное, чтобы сосуд вошел сквозь кости. Так? А там уж дальше он внутри черепа будет... Вот посмотрите, здесь же, при боковом свете видна сеточка. Называется такая фигура будет эндокрам. Эта сетка возникла от печеных сосудов, которые... Ну, вот, отлично видно эндокрамму. Это человек? Да, конечно. Это теменный человек. Вот. Вот это теменные, вот это барышни. Помните, я их собирал? Вот, они отлично собираются, получаем единую теменную часть черепа. Вот, все замкнулось, как вы видите. Вот. Вот она. Вот если разобрать, то видите, вот здесь сосудистые ходы. Точнее, не сами ходы, а это отпечатки сосудов, которые внутри черепа. Там очень сложная система скороснабжения. Вот они тоже. И вот они тоже. Нет, ну это-то понятно, что они меленькие. Мне неожиданно было что-то такое большое. И он же большой. Ну, голова-то здоровая. И потом, действительно, мускулатура, связанная с верхней губой и носом, у всех бычих исключительно мощная. А если мощная, значит, надо и кровопитание обеспечить. Зачем они не вызвали? Скоро. Противное мнение, зубы есть ли? Есть. Вот здесь, где я показываю, зубовится. Нет. Это же вообще такой зубов нет. Вопрос. Как здоровый и бык посердствуется? Дубов-то нет? Закладываю дубов. А это значит, что надо сделать с мускулатурой губы? Увлечить. Увлечить ее мощность, силу захвата, жесткость и так далее. Второе линия есть. А зачем тогда кого-то бегать? Не понял. Зачем тогда бегать кого-то? Может быть, от кого? От хорошей жизни. Коль. Понимаете? Не всех на свете оберегают папа, мама, полиция, а дальше по списку. Вот коров, диких коров, имеется в виду, как ни странно, не оберегают. Потому что иногда приходится побегать. Варианты заливочных работ, вот здесь я положу, можно использовать технику промежуточную между заливкой и тенью. То есть сделать не совсем однородную заливку, а подчеркивать только некоторые участки. Промежуточные я слева положу, а однородные заливки справа. Слева промежуточные варианты заливок, справа однородные. Как видите, здесь выбирается тон и строго в этом тоне работает. Ну, а здесь в некотором смысле моделируют тени. Хотя это, конечно, не совсем тени. Можете брать в логике, смотреть, как это все делал. Вот. Так. Ну, понятно. Вот это заливки, ты выделил вот это все. Так, ребята, у кого-нибудь очень мягкий карандаш есть? У нас. И когда работаешь заливки, я говорил, вот видите, у вас здесь светлый пакет. И вот эти пятна остаются, ни в коем случае, аккуратненько убрать, чтобы одинаковый тон походил прямо к линии. Только тогда будет нормальный эффект. Вот он заливки, вот полоску заливочную, вдоль верхней границы чуть поверче. Вот так. Это во-первых. А во-вторых, вот здесь сделаю наоборот узенькую вот такую полосочку. Смотри, что сразу получилось. Вот. Не линией, а, как видите, поле, что ли? Ну, что, ощущение объемности вот этого участка возрастает? Угу. Ну, и вот эта часть обязательно заливка, обработка вот с такой же силой или даже чуть-чуть сильного. Спасибо.